Тем временем российский бомонд подсчитывает, сколько бывший муж Ольги Бузовой потратит на роды своей жены. Анастасия Костенко через три месяца отправится в роддом за первенцем. И стоить это будет, ну, очень дорого. Обсудим это через пару мгновений, а пока переместимся в Алматы. В южной столице прошел вечер ММА. В главном поединке сошлись Жалга Жумагулов и Тайсон Нем. Однако не менее интересным был и андеркард, где в третий раз дрались Ержан Естанов и Расул Мирзаев. В общей сложности прошло 11 поединков. Четыре из них были не по правилам ММА, а по законам грепплинга. Без сомнений, одним из самых ожидаемых боев последнего вида стал противостояние казахстанца Ержана Естанова и россиянина Расула Мирзаева. Для двух атлетов это была уже третья битва. Ранняя победа всегда доставалась россиянину. К сожалению для наших болельщиков и в этот раз Ержан не смог одолеть своего визави. Как признался после боя сам Естанов, он сделал все, что смог. Просто Мирзаев сильнее и больше никаких реваншей не будет. Кульминацией вечера смешанных единоборств стал поединок между Жалгасом Жумагуловым и американцем Тайсоном Немом. Последний известен своими нокаутами, в частности над известным россиянином Али Багудиновым. Однако, возможно, неудачный расклад явно не входил в планы Жалгаса. С первого раунда казахстанец пошел вперед, нанося точные удары по сопернику. В дальнейшем Жумагулов только развивал свое преимущество. Лишь изредка Тайсон выставлял против нашего достойную оппозицию. В итоге единогласным судейским решением победу праздновал Жалгас Жумагулов. Никаких соминей не было. По-любому у меня есть характер. У меня были чередами. Я задыхался, потом опять прорывался, задыхался вот так временами. Два раунда хорошо продышался. В третьем чуть задохнулся. В четвертом опять взрыв пошел. В пятом чуть задохнулся. И потом нормально. Ну, как бы почувствовал удар, чтобы понял, что не такого не прям сильного удар, чтобы меня нокаутируют. Жалгас очень сильный как борец, но лично я сам не показал все, что умею. Я мог выиграть, но были ошибки с моей стороны, которые этому помешали. Отметим, после этого успеха Жалгас Жумагулов получил возможность побороться за пояс и титул чемпиона по версии Fight Night Global в наилегчайшем весе. Его оппонентом станет россиянин Тагир Уланбеков.